В этом небольшом видео, друзья, мы поговорим с вами о том, как экономить нейлоновые струны на классической гитаре. Ну, ни для кого не секрет, что на большинстве гитар стоят нейлоновые струны, из которых три первые сделаны из цельного нейлона, а три последние, толстые, покрыты канителью. И все вы прекрасно знаете, что раньше всех всегда перетирается четвертая струна, потому что из всех канительных струн канитель на ней самая тонкая. Иногда очень редко можно встретить третью струну, покрытую канителью, или даже комплекс, которым предлагают два варианта третьей струны, гладкую и с канителью. Ну, это скорее исключение, чем правило, тогда, конечно, будет первой перетираться, скорее всего, третья. Где же перетирается четвертая струна? Чаще всего она перетирается напротив порожка, к которому мы прижимаем ее, ставя палец на второй лад. Потому что это самое общеупотребительное, частое место. Если вы смотрите на свою струну, вот у меня сейчас струны довольно новые, приподнимаете ее, поворачиваете и присматриваетесь, и видите, что в районе второго лада на ней, на канителе, появилась уже темная полоска, ободок, ну, окислы и механическое вдавливание. И появилась ямка, это значит, что канитель скоро перетрется. Сейчас это здесь почти незаметно, потому что струны довольно свежие, хотя полоска уже есть. Что можно сделать, чтобы сэкономить струны? И вообще, почему ставится вопрос об экономии струн? Ну, мы живем в стране, не до конца победившего капитализма. Если у вас перетерлась струна, то, скорее всего, вы вынуждены платить за целый новый комплект. Струны порознь продаются очень редко, и, ну, я встречал такое, может быть, два-три раза в жизни. Посмотрите на то место, где струны привязаны к нижнему порожку. Значит, вот здесь вы видите хвостики. Вот у меня на шестой, пятой и четвертой струне хвостики. Значит, первые три струны я привязываю с узелком, но вот здесь получилось не очень аккуратно. Узелок сполз на эту сторону струнодержателя, но это как бы на игре никак не отражается. Вот самый главный хвостик, хвостик, торчащий из четвертой струны. Его длина около двух сантиметров. Если вы регулярно играете на гитаре, то посмотрите, в тот момент, когда вы предполагаете, что на четвертой струне износ находится в предкритическом состоянии, то есть вот-вот перетрется канитель, вы можете просто открутить колок, ослабить его, не снимая струну целиком, немножечко отпустить вот этот узел, вытравить из него хвостик, ну, скажем, на пять миллиметров. На пять миллиметров хвостик длиной в два сантиметра позволяет сделать это трижды. Трижды, обратите внимание, три раза после каждого вытравливания. И тогда проблемное место из того места, где сейчас оно находится, передвинется на пять миллиметров выше, в сторону первого лада. Так как у самого лада размер больше, чем два сантиметра, то, сделав такую операцию трижды, вы сможете втрое удлинить срок службы своей четвертой струны. Более того, когда вы в третий раз обнаружите, что наметилось перетирание, вы можете отвязать струну совсем и переставить ее вверх ногами. Если вы переставите струну вверх ногами, перетертое место на классической гитаре попадет в район 14-15 ладов, где вы на четвертой струне не играете вообще никогда. И таким образом, оставив такой же хвостик длиной в 2 сантиметра на перевернутой струне и трижды его вытравив на полсантиметра при каждом предкритическом перетирании, вы сможете продлить срок действия своей четвертой струны в 6 раз. Играйте на классической гитаре, покупайте нейлоновые струны, будьте бережливыми. Спасибо, что посмотрели это видео.